Агиль, давайте поговорим с вами о критике, о критиканах в кино, сериалах и вообще в жизни. Я знаю, что вам есть что сказать на эту тему. Дело в том, что, опять-таки, как и в случае с сериалами, как и в случае с режиссурой и многими сферами, которыми в основном, к сожалению, занимается большинство не знающие истории этой профессии, то в случае с критикой то же самое. Критика, само слово, означает обсуждать и выявлять, как точнее выразиться, противоречия. Нет, противоречия. То есть вы сняли фильм, я критик, я прихожу, смотрю этот фильм, я должен выявить противоречия драматургические, выявить то, что, может быть, вы сами даже не задавались такой целью, но у вас такое произведение получилось. Это анализ. Это, прежде всего, грамотный анализ произведения. Это, прежде всего, надо уметь грамотно раздавать это по полочкам. Для этого надо знать, что такое кино, для этого надо знать, что такое театр. А взять просто микрофон, прийти и сказать, что я такой негативный, я не понимаю, что такое позитив вообще. Я буду ругаться, я буду ругаться, даже если вы будете правы. Да, и на этом делать себе бонусы. Я не вижу разницы между этими и лаять на проходящий караван, понимаете. У меня были случаи в карьере клипмейкера, когда работы, которые сейчас считаются одни из самых, как вам сказать, если, допустим, в Азербайджане люди запомнили 50 клипов, это одна из этих работ, да, собралась так называемая пресса и объявила, даже в зеркале была статья «Режиссерский провал» Агения Гулиева. Меня просто забросали камнями на пресс-конференции. Бедный Агюнь не знал, куда одеться. Бааде. С Евгелем Бааде есть такой клип. Я работал стилист с Москвы. Наверное, один из самых правильных клипов за мою карьеру. Там нет сюжета, там все красиво, там работал стилист. Меня забросали камнями. Сейчас эти журналисты говорят, какая потрясная работа. Как это было, Стив? Я просто из, как вам сказать, я просто из воспитанности, интеллигентности своей, да, не говорю, что урюк, а ты же был в зале. А в чем они видели ваш провал? Провал? Они это как-то объяснили или это все напали на вас? Мне не нравится. Почему? Аргументы, факты? Мне не нравится. Вот главный момент. Вот мне не нравится. У нас на пресс-конференции была ситуация, девчонка одна, женщина взрослась, ковырялась в телефоне и вдруг увидела, что что-то все, ребят, слишком позитивные. Подняла голову так. А вот мне ваш клип не нравится. Я опущула, и дальше начала работать. Ну, это смешно. Поэтому у меня отношение к критике очень четкое и правильное. Никакое. Просто никак. Никакое. Я не видел ни разу справедливой критики. О чем вы говорите? Какая нахрен справедливая критика? Вы о чем говорите? Для того, чтобы справедливо меня критиковать, нужно знать больше меня. А знать больше меня, это сложно. Да, потому что я ученый дядька. Ясно. Да, я могу объяснить практически каждый стык в том, что я делаю. Я могу объяснить каждый эпизод. Я могу объяснить, почему это идет после этого. У меня не бывает от балды вот так. Давай поставим. А давай так сделаем. И так не бывает. Люди, которые со мной работают, это знают. Со мной можно воевать на уровне, когда создается сценарий. На уровне сценария, на уровне создания драматургии. Да, со мной можно. Аргумент аргументированно. У нас даже брейнсторминг всегда происходит именно так. Я сразу ставлю условия, если мы пишем, допустим, сценарий для рекламы, создаем вместе. Есть один вариант за творчество. Я предлагаю. Ты, если отвергаешь, предлагаешь другое. Просто не нравится Гильмеш. Само собой. Так и должно быть. Вот. Критика. Никакой критики на сегодняшний день, к сожалению, в плане телевидения, в плане кино, в плане театра. Я не вижу. Да, в театре есть Ахсакалы, Айдон Талыбов есть и так далее. В кино Айас Салаев, который перестал быть критиком, как только взялся сам снимать. Критик не должен снимать. Иначе он перестает быть критиком. Он перестает быть критиком, конечно. Он теряет объективность. Однозначно. Однозначно. Критик не должен ничего сам писать, создавать и так далее. Если уж ты критик, ты должен им оставаться. Понимаете, великий критик может направить творчество человека в такое русло, о котором он и сам не додумывался. Критик это тот человек, который раскроет тебе твое же произведение совершенно иначе. А не то, что мне не нравится. Не нравится Дурчихбайра. Не покупай билет на мой фильм. Вот и все. Вот и все. Вот в отношении критики. Никакое. Если раньше я нервничал, то лет десять не нервничаю вообще. Ну слава богу. Вообще. А я еще хотела бы с вами поговорить, раз разошла речь о критике, о наших телеканалах, которые как не включишь, там действительно ничего нет. Скажите, почему, по вашему мнению, вот как по вашему мнению, такой уровень низкий у нашего отечественного телевидения? Почему? С чем это связано? И как можно это изменить, если это возможно? Опять же, я всегда задаю этот вопрос. Можно ли это изменить? Хороший вопрос. Хороший вопрос. По идее, я сейчас должен сказать, что нет, там замечательные передачи, замечательные там уровни и так далее. Да, но, к сожалению, это факт. К сожалению, это факт. Опять-таки, я всю вину вижу в том, что нет грамотной кадровой подготовки. Понимаете? Все относительно в этой жизни, да? Кто-то круче относительно кого-то, да? И, допустим, ведущий, который делает передачу как редактор и как ведущий этой передачи имеет рейтинг на сегодняшний день, он круче относительно, опять-таки, других ведущих на этом канале. Нет профессиональной подготовки режиссеров телевидения, драматургов телевидения. Да, наш институт работает, конечно, наша академия работает, но она работает по старой методике. Да, научить человека говорить какие-то вещи, которые обычный человек не в состоянии сказать. Вот вчера когда-то радио слышал скороговорки и так далее. Да, это техника речи, но не более того, вы можете грамотно болтать со скоростью 120 слов в минуту, но это не факт, что вас будут слушать. Да, это верно. Правильно. Немного не там ищем мы все время, не там копаем и не те педагоги. Ну да, и мне кажется, еще нет интеллектуальной подкованности, то есть люди мало читают и вообще мало узнают о той сфере действий, в которой они работают. Но есть еще одна вещь, понимаете. Если вы не смотрите эту передачу, это не означает, что передача не существует. Понимаете? Понимаю. Понимаете, что телевидение интерактивная штука. Телевидение не может существовать, если нет, его не смотрят. Если снимается бездарная реклама, и она в эфире месяц крутится, она, значит, дает результат. Вот есть такая тема на телевидении. Если какая-то бездарная передача существует уже больше трех лет, значит, какие-то бездарь ее смотрят. Ну да, рассчитано, в принципе, на домохозяек. Кто-то ее смотрит, кто-то эту продукцию потребляет. На телевидении продукция, которая не смотрит, не выживает, ее просто снимают с эфиром. Понимаю. Поэтому зеркало является лицом, вернее, отражением. Это зеркало, которое отражает, к сожалению, все, что происходит вне телевидения. Телевидение всего-навсего интерактивное отражение тех процессов, которые происходят в обществе. Вот и все. Вот и все. Если целый день разговор идет о готовке на всех каналах, значит, есть люди, которые целый день сидят, могут потратить два часа и сидеть смотреть, как звезда готовит борщ. Значит, есть аудитория. Понимаете? Понимаю. Вот и все. Телевидение – это просто зеркало. Вот в чем. Знаете, была работа такая одного, я не помню, я должен вспомнить, как этого чувака звали. Работа была маркетинговая, называлась «Реклама как диагноз нации», в которой человек аргументированно доказывал, и у него была целая статья на эту тему, что если ты хочешь узнать о городе, о народе, с которым тебе придется общаться в командировке, тебе надо просто один день включить местные каналы и посмотреть рекламные блоки. По тому, как продается товар, допустим, в Риме или в Копенгагене, в Баку, ты посмотри в рекламные блоки, ты поймешь, с кем ты будешь иметь дело, как с ними говорить. Хороший подход. Реальный подход. Да, реальный. Это реклама продает товар. Это и есть язык, и код доступа к этой ментальности. Вот в чем загадка. Посмотрите рекламные блоки нашего телевидения, и вы поймете, как говорить с азербайджанцами. Никакого креатива. Прямое рекламное объявление. Я тебе продам то-то, ты мне дашь столько-то. А шагаю харбешал ты, мара. Вот и все. Отсутствие полнейшей креатива. Посмотрите, что происходит. В той же рекламной индустрии. Мы от креатива 90-х скатились на объявления 2000-х. У нас регресс, у нас не прогресс, об этом все молчат почему-то. У нас просто регресс. В 90-х от нас требовали рекламные ролики, крутые, креативные, интересные. Понимаете? В начале 2000-х то же самое было, но потом почему-то пошла тенденция к тому, что объявление... Помните, раньше были объявления? Помню. Садилась ведущая, за ней был голубой фон такой бездарненький, и назывался блог Элан Лар. Помню, помню. Садилась ведущая, открывала Элан Лар и зачитывала объявления. Пароль рекламного характера. Так это было честнее просто. Это же было честнее. Сейчас у нас реклама превратилась в иллюстрированное объявление. Будет то-то, будет то-то, будет то-то, будет то-то, наш товар самый крутой в мире и так далее. На него просто картинки стали другие. Сейчас просто на них HD-картинки, а не ведущие. Вот и все. Никакого креатива, никакой загадки. Крайне редко на это большие корпорации, допустим, мобильные телефоны, сотовая связь. И все. Те, кто могут позволить себе привлечь иностранных специалистов. Вот и все. А с середины-то нет. То есть крайности? Крайности, конечно. Крайности. У нас вообще страна крайности, я так понимаю. Страна, которая приемлет золотой середины. Либо 07, либо Lexus. Понимаете, а середины нет. Несколько лет назад вышла статья под авторством правоизменного Мерсиева по поводу телевидения. По сути разгромная статья. По сути разгромная. Где он говорил о уровне канала, о том, что происходит на канале и так далее. Многие не совсем поняли, многие не совсем дооценили то, что было сказано. Но с объяснительными комментариями тогда выступил, тогда еще живой, Анар Мамедханов покойный. Он очень интересно раскрыл суть, в принципе, статьи. И он очень интересно объяснил суть вот этих указаний к каналам, вот этого подхода. Что давайте сравним это со следующими элементами. Допустим, телевидение, это вы, родители. Народ возьмем как ребенка. Да? Канал утверждает, что рейтинг, рейтинг, рейтинг. Народ хочет вот этого. Да, народ хочет плакаться. Народ хочет вот то. И поэтому мы должны создавать передачи, подстраивающиеся под рейтинг. Мы можем, телевидение сразу объявляет, что это рейтинг, поэтому мы это должны делать, чтобы выжить. Окей. Окей. Он говорит, а ребенок хочет многого, правильно? Ребенок хочет много шоколада. Ребенок хочет съесть побольше шоколада, ребенок хочет съесть побольше конфет. Давайте мы ему это разрешим. Пусть есть сколько угодно. К чему это приведет? Да, в лучшем случае госпитализации. Угу, диабету. В лучшем случае. Да. Давайте позволим ребенку ходить, где он хочет. Да, чем это закончится? Он может упасть с балкона, он может упасть, сломать себе что-то, да? В общем, в любом случае закончится трагическо. По-любому контроль родительский необходим. Поэтому телеканалы должны подходить к народу немного вот так, с родительской опекой. Народ имеет право не знать каких-то глубинных процессов управления бессознательным толпой, в конце концов. Я уже ушел в психиатрию. А на каналах должны быть такие специалисты, которые знают эти термины и не просто знают, а могут просчитывать ходы за несколько вперед, как управлять толпой, как направлять толпу. Это чисто идеологическая работа. К этому должны людей готовить. И там должны быть такие свои шаманы, которые могут по передачам понять, что это правильно, это неправильно. Понимаете, о чем мы говорим? Понимаю, конечно. Вот такой же родительский контроль необходим со стороны каналов по отношению к зрителям. Об этом была речь. К сожалению, не все поняли. К сожалению. И опять мы слышим фразу, что рейтинг геттери, рейтинг геттери, рейтинг геттери. Ну, геттерсинт, посмотрим, когда будет диабет. И когда ребенок упадет куда-то. Вот и все. Каналы должны учить, направлять. Это идеологическая работа с массой. Понимаете, отсутствие идеологии превращается в идеологию. Если ты в передаче не заложил какого-то контекста, а просто с балды сделал рейтинговую передачу, это не означает, что в ней нет идеологического контекста. Ну, возьмем, к примеру, передачу о джинах. Помните, это жуткая передача по АНС о том, как изгоняют джинах. У меня, например, это вызвало состояние омерзения, шока и ужаса. Я не понимаю, чему может научить эта передача. Что может дать эта передача. А я вам скажу, что она может дать. Рейтинг тому человеку, который изгоняет джинах, он получил себе больше клиентов. И, как выяснилось, у нас очень много бесноватых, которые стали к нему обращаться. Зачем это делать? Значит, канал позволил за сиюминутную выгоду кому-то прославиться. Вот и все. Вот и все. А преподнести это можно было совершенно иначе. Это можно было преподнести совершенно иначе. Не преподносится. Понимаете? Одно дело, если бы это преподнесли в общем контексте какого-то большого проекта, это было бы совершенно другое. Это как и фразы, которые в предложении означают совсем другое, а без предложения звучат иначе. Есть науки. Не наука, а науки по управлению толпой. Понимаете? На уровне сознания, подсознания, даже без сознательной толпы. Уже давным-давно есть такой термин. Это можно изучать. Это нужно изучать. В том, что вы говорите, нет идеологии на первый взгляд. Она есть во всем. Если в том, что вы сказали, малые идеологии, или вообще вам кажется, что нет, зритель по-любому будет искать там эту идеологию. И будет находить совершенно другие формулы. Для себя. Конечно. Нужно немного не переоценивать зрителя. Понимаете? У нас переоценил зритель. Рейтинг. Рейтинг – это просто количество, единовременно включенных кнопок, не более того. Потом, где они установлены, где эти, когда быть, у нас, говорит, мониторинговая компания, которая четко нам дает рейтинг. Где список квартир, в которых они стоят, и где факт, что эти контрольные кнопки, контрольные вот эти чипы, установлены именно в тех слоях, которые необходимо контролировать. Где? По нам был майанский рейтинг. Вот и все. Где? Понимаете, рейтинг – это всегда количество субъективных точек зрения. То есть это не объективно. Вообще не существует объективной истины. Несколько веков назад мы все дружно считали, что мы живем на плоской планете. Правильно? И сжигали всех тех, кто думает иначе. Мы все были тупо уверены, что Земля плоская. Так же, как сегодня уверены, что она круглая. Что это означает? Что нет объективной истины. Она просто… Это количество совокупных, это совокупность субъективных истин. Вы считаете, я считаю, он считает, другой считает. Значит, мы считаем, что Земля круглая. Четвертый считает, что Пятый считает, что Земля прямая. Он не такой, как мы. Он думает иначе. Давайте забросаем. Давайте забросаем камнями. Вот Европа, да, вы говорите Европа. Чем Европа? Мне нравится вечно. Ты можешь быть тем, кто ты есть. И всем на это наплевать. Это же замечательно. Но Европа прошла через пламя костров. До этого сознания. Я вам скажу за историю. Азербайджан за тысячу лет прошел тоже достаточное количество костров. Прошел через копья, мечи и все остальное. На этой территории мы видели войска всех империй, окружающих нас. Всех. И не один раз. Поэтому, я думаю, мы тоже достаточно увидели для того, чтобы попытаться задуматься о собственном счастье. Мы немного недооцениваем то, что мы независимы. Так как нам удалось вообще стать независимым, это просто чудо. Есть столько народов, которые никак не могут стать независимыми и не имеют государственности. О чем говорить? Азербайджанцы напоминают мне просто, знаешь, ленивых таких детишек, которые вот, знаешь, вот, знаешь, у него в руке, допустим, бриллиант стоимостью, не знаю, невероятно, а он им кидается, играет. Мы не понимаем, что мы независимы. Нам-то легко, что досталось немного. А не понимаем? Молодежь этого не понимает однозначно. У тебя была и кровь. Ты до сих пор еще часть территории оккупирована. Это все плата за независимость была. Это все была плата за независимость. А если мы уж независимы, давайте независимо мыслить. Давайте независимо жить. Независимо не только от кого-то, но и друг от друга. Почему меня должна интересовать ваша личная жизнь? Почему? Почему вас должна интересовать моя личная жизнь? Абсолютно не должна. Я не имею права говорить что-то о вас. Вы не имеете права говорить что-то обо мне. Я даже не имею права подойти вам ближе, чем на метр. Это неправильно. Это ваше личное пространство. Давайте уважать друг друга. Будем уважать, и надо будет уважать. Вот и все. Еще такой вопрос. Это не независимый спектакль. Это не кино-произведение. Ты продвигаешь чей-то музыкальный продукт. А грубо говоря, в Азербайджане ты продвигаешь певца. Так говорить. Там ты обязан учитывать какие-то детали, какие-то нюансы. Но в большинстве случаев, в большинстве случаев я делал так, как я считал нужным. Даже когда певец не понимал и противился, и ругался со мной. А ругались много. Я всегда пытался сделать так, как будет лучше. Как, допустим, певец. Он может не понимать, что так лучше. Он может не догонять просто-напросто, что работа еще не завершена. Ему главное, вот он себя увидел на экране. Какой симпатичный. Вот чуть-чуть похудее сделай, повыше. Все замечательно. Все остальное для него вторично. А для режиссера все одинаково. И он, и все остальное. Поэтому я пытался придерживаться своих каких-то принципов. Допустим, я сейчас закончил съемку первого большого фильма. Есть работа Кубинка, которую мы начали с Анаром. Она, которая в этом году должна быть завершена. Я не могу мириться с компромиссами в работе. Я могу на площадке найти любой компромисс. На площадке, на съемочной площадке, когда текают деньги. Я могу выкрутиться из любой ситуации. Фактически из любой. В общем, у меня на практике были все. Вплоть до отказа камеры я видел на площадке ситуации. Да. Без паники надо все это решать. Но когда материал отснят, и ты намонтажаешь, и ты понимаешь, как это должно быть лучше, то нельзя мириться. Вот там нельзя мириться ни в коем случае. Если ты уверен, что продукт должен выглядеть так, а не иначе, надо бороться до конца. Надо бороться до конца. Ты будешь плохим для двух-трех людей, но будешь замечательным для миллионов. Понимаешь, опыт доказывает. Это история кино доказывает. Это история кино доказывает. Понимаешь? Я в завершение просто скажу такую фразу. Фильм Сержа Леона «Однажды в Америке». Все мы его знаем, все любим, восхищаемся. Еще многие поколения будут восхищаться. Этот фильм продюсерами был перемонтирован и выпущен в прокат не в параллельном монтаже, а просто как история, которая начинается. Детство, потом выросли, потом то, потом то, потом это. И фильм провалился в прокате. Леона при жизни не увидел того фильма, который мы видели. Вот эта великолепная игра параллельного монтажа, когда перескоки в истории. Он этого не увидел. К сожалению. Если это сделали, сержа Леона, кто мы такие? Поэтому нужно бороться. Продюсеры не всегда правы. Как правило, не всегда продюсеры правы. Поэтому нужно бороться за то, как ты это видишь. Если ты уже дошел до такой кондиции, что ты работаешь, и у тебя есть и продюсеры, и все остальное, то нужно до конца бороться за то, что в чем ты уверен. Вообще в этой жизни нужно за все бороться. Отстаивать свои. Абсолютно. Отстаивать и свою точку зрения. Отстаивать и все отстоять нужно в этой жизни. В общем, надо быть борцом. Однозначно. Окей. Все. Спасибо. Вам спасибо. 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 Спасибо.